О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Кадры суд деоккупация. Верховная Рада открыла восьмую сессию. За что успели проголосовать и что оставили на потом? Не достучались. Президент Польши решил подписать скандальный закон об институте нацпамяти. Почему дипломатия не сработала? Протест за протестом военные пенсионеры в который раз требуют пересчитать пенсии, чего добились. Особое приглашение. Евросоюз намерен принять шесть стран. Есть ли шансы у Украины? Сессия новая. Лозунги старые. Нардепы торжественно открыли восьмую сессию и также торжественно наметили планы на предстоящие полгода. В который раз грозят закрыть кадровые дыры. Правда, предыдущие полгода они это тоже обещали. Что изменилось сейчас и за что сегодня голосовали об этом далее? Гимн в исполнении хора. Министры в качестве приглашенных гостей, недокладчиков и иностранных гостей в парламенте сегодня торжественно открыли восьмую сессию. Я уверен, что все мы полны энергии и сил. Я уверен, что мы сможем отставить любые политические противостояния. А политические противостояния явно будут. Не успели Нардепы дойти до зала, как в куларах уже поспорили о кадрах и предстоящем назначении новых членов ЦИК. Мы подавали две кандидатуры. У нас есть официальный лист. Но то, что нам предлагается сегодня дать одну кандидатуру, мы считаем, что это порушение наших прав. Мы считаем, что ЦВК должен формироваться по квотному принципу так же, как это было всегда. Мы считаем, что таким подходом президент узурпует владу и пытается сделать себе керованую большинство ЦВК. Мы категорично против этого. И поэтому мы будем наполягать, чтобы наша фракция была две кандидатуры. Насколько я понимаю, не было остаточно визначено кандидатури. Насколько я понимаю эту информацию. Потому что все, кто написал... Вы же понимаете, такая процедура официально администрации президента на президента Украины направляется лист от фракции. И очевидно, такого листа нет, если не было подания. Но если вопрос на значение членов ЦИК откладывается минимум на 20 дней, то кандидатуру главы Нацбанка могут утвердить уже на следующей неделе. Мы требуем не просто призначения главы Нацбанка, а радикальной изменения грошово-кредитной политики, чтобы национальный бизнес получил дешевые и долгие кредиты, чтобы были деньги в экономике. Ранее, чем в конце месяца, вопрос о главе Нацбанка Украины не будет разобраться в Верховной Раде Украины. Сегодня Смолия запустили по всем фракциям на обговорение. Кто-то его за что-то проверяет, кто-то за что-то его шумит. Но, как на мой взгляд, мы должны создать такие условия, чтобы вопрос о призвищах и вопросах о персоналах было как минимальнее. Очевидно, спорить будут нардепы и об антикоррупционном суде, законопроекта которым они не могут внести до сих пор. На вопрос об антикоррупционном суде в Раде так и не подняли. Вместо этого в повестке дня череда постановлений. Первым делом от оппозиции она требует отменить голосование за закон о реинтеграции Донбасса. Аргументы – нарушение регламента. Поревняющая таблица. Есть четкая норма закону, что она должна быть надана народным депутатам Украины за 10 дней до часа расследования этого законопроекта в другом читании. Что мы видим? Поревняющая таблица на 12 сентября была отсутствующая и появилась в вечере, то есть за 4 дня до начала расследования этого вопроса. Кроме того, говорят в оппоблоке, уже после голосования появилась резолюция по СЭС-рекомендациями к закону. Одним из пунктов этого постановления, этой резолюции парламентской ассамблеи является то, чтобы так называемый закон о деоккупации привести в соответствие с минскими соглашениями. По сути своей этот закон не решает проблемы мира. Он решает только так, как заморозить войну, как заморозить конфликт. Мы голосовали против этого закона и считаем этот закон явным, прямым нарушением минских соглашений. А минские соглашения призваны всем миром. В итоге голосование не помогло, постановление не набрало голосов и теперь у спикера появилось формальное право подписать документ о реинтеграции Донбасса. Вслед за этим стали рассматривать другой проект постановления. Нардепы обратились к президенту Польши с призывом не подписывать принятый сеймом закон об институте национальной памяти или, как его называют, антибандеровский закон. Верховная Рада Украины категорично не принимает и откидает политику подвижных стандартов и навязывания идеи коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны сравнивать действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов 20-го столетия – нацистского и коммунистического. Польские депутаты сделали очередной шаг в сторону политизации истории. Складается впечатление, что польские парламентарии на государственном уровне занимаются антиукраинской политикой, что имеет своим последствиям шовинистическую риторику, физические напады на украинцев, руйнувание и поплюшение украинских памятников на могилах Польши. Примерно миллион украинских трудовых мигрантов, которые сейчас работают на территории Республики Польша, они сейчас в связи с этими законами є ограниченными. Є ограниченными свободой их слова и свободной обменой думкой. Эта заявка однозначно их посилит. Проблемы с Польской Республикой, мы имеем проблемы с Угорщиной, мы имеем достаточно серьезные соперечки с Румунией. То есть, если послушать нашу владу, то мы живем в сутильном окружении врагов. Эта заявка – это продолжение абсолютно недолуга внешней и внутренней политики. После жарких споров и нескольких попыток документ все же приняли. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Евгений Пахальчук. Подробности – телеканал «Интер». Уговоры не подействовали. Президент Польши намерен подписать скандальный закон об институте национальной памяти, несмотря на критику стран-партнеров. Почему? Выясняла Татьяна Лугунова. Вета не будет. Президент Польши Анджей Дуда решил подписать закон об институте национальной памяти. Тот самый, который на прошлой неделе одобрил сенат страны и резко раскритиковали Украина, Израиль и США. Подписание закона Дуда проанонсировал в специальном обращении и объяснил, почему он решил не витировать скандальный документ. Это мое решение. С одной стороны, оно защищает польские интересы, наши достоинства, историческую правду. А с другой, учитывает чувства людей, для которых важны вопросы исторической памяти, памяти о Холокосте и прежде всего тех людей, которые выжили и должны рассказывать миру о том, что им пришлось пережить. Закон предусматривает уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков и публичное заявление о причастности поляков к массовому уничтожению евреев. Например, за употребление формулировки «польский лагерь смерти» вместо «нацистский» или «немецкий». Наказание от штрафа до трех лет тюрьмы. После подписания закон будет направлен на экспертизу в Конституционный суд. В то же время, поскольку это очень чувствительная тема, которая вызывает возражения, опасения по поводу возможности говорить правду, страх, что голоса тех, кто пережил Вторую мировую, будут приглушены. Я решил направить документ в Конституционный суд, чтобы он проверил, соответствует ли его положение Конституции. На то, что Конституционный суд внесет изменения в закон, надеется Израиль, об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны. Ранее Израиль и США назвали документ попыткой оспорить историческую правду, которая может подорвать свободу слова и академический дискурс. Татьяна Лугунова, Геннадия Никеенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. И на подписание скандального закона отреагировали в посольстве Украины в Польше. На своей странице в Твиттере депредомство сообщило, что позиция, высказанная первыми лицами украинского государства, остается без изменений. Теперь слово за Конституционным судом Польши, на рассмотрение которого направят скандальный закон. Решение суда, а также дальнейший диалог между странами, по мнению дипломатов, поможет перевернуть страницу и идти вперед. Израиль может официально признать Голодомор в Украине геноцидом. Законопроект на рассмотрении парламента внес один из депутатов Центристской партии. По его словам, нет причин, по которым Кнессет, представляющий народ, переживший Холокост, не признает трагедию украинцев. Документ рассмотрят в израильском парламенте завтра. В посольстве России в Тель-Авиве законопроект уже назвали искажающим историю. В зоне АТО бьют из крупного калибра. Боевики применяют запрещенное оружие на всех направлениях. Ранены двое наших бойцов. Противник открывал огонь по украинским позициям в Новозвановке, Троицком и Широкине. Всего с начала суток пять обстрелов. С передовой материал Игоря Левенка. Передовые позиции украинских военных вблизи Красногоровки. Солдаты пользуются временным затишьем, заготавливают дрова и слушают радио террористов. Вооруженные силы Украины в промежутке между мартом и июнем планируют начать новую войну в Донбассе. Наступление на Донецкую и Луганскую народные республики будет начато с четырех направлений. Бойцы говорят, уже который день один из ДНРовских главарей Басурин распространяет страшилки о наступлении украинских войск. Наши солдаты воспринимают эту новость с юмором, хотя утверждают, готовы ко всему. Враг на этом участке фронта немного притих. По крайней мере, тяжелое вооружение не применяет. Бойцы сетуют, вражеские снайперы донимают. Часто они открывают огонь из вот этого здания. На нем боевики установили флаг псевдореспублики. Там бывает снайперы сидят, лучше не высовываться. Места расположения вражеских огневых точек помогают определять Джонни. Так наши солдаты назвали чучело над бруствером. Джонни уже изрядно досталось. В ночь они пока не так сильно работают, а в основном под ним. Бойцы утверждают, оккупанты активизируются. По ночам слышен гул вражеской техники. Я бы не сказал, что так, очень рядом, но был так. Ночью неодноразово слышали звук танка. А днем по несколько раз над украинскими позициями пролетают вот такие вражеские беспилотники-разведчики. Вызначают, где позиции, смотрятся. Ну а потом, как после перемена, могут прямой наводкой, прямо знают, где куда. Но украинские солдаты уверяют, захватчики получат достойный отпор. У большинства военных здесь солидный фронтовой опыт. За плечами тяжелые бои на Светлодарской дуге. Дмитрий до войны торговал хостоварами на киевском рынке. На фронте с 2015 года. Пошел по мобилизации, а потом подписал контракт. Коллектив хороший, хлопцы чудови. Умовы нормальные. Я не жалуюсь ни на обеспечение, ни на кормежку. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Сепаратистский скандал набирает обороты в Молдове. С начала года уже 11 местных сел подписали декларацию об объединении с Румынией. И пока молдавский президент Игорь Дадон требует от силовиков провести расследование, за целостность страны выступили жители других сел. Пресс-секретарь Дадона написал сегодня в Фейсбуке, что на данный момент 21 населенный пункт подписал декларацию, которая осуждает действия сепаратистов. И даже румынский МИД уже заявил, подобные шаги противоречат международному праву. Хорватия требует от Украины заменить четыре боевых самолета МиГ-21, купленные у нашей страны еще при Януковиче. Что это за контракт и какова цена вопроса в нашем материале? Контракт на поставку устаревших истребителей подписали еще в 2013 году. Тогда официальный Киев продал Загребу за 17 миллионов евро пять истребителей МиГ-21. Это устаревший советский истребитель второго поколения, поступивший на вооружение еще в 1959 году. Впрочем, в ряде армий мира, например, египетской и сирийской, его до сих пор активно используют. Через два года после поставки самолетов хорватские СМИ сообщили, что военная полиция подозревает, истребители не являются оригинальными машинами, а собраны из запчастей, купленных в других странах. Якобы у самолетов перебиты серийные номера, номера запчастей не соответствуют приложенной документации. А капитальный ремонт машин вообще не выполнялся. Регулярно текло масло и отказывали системы навигации. Из-за этого один раз даже чуть не погиб пилот. Теперь Минобороны Хорватии направило служебную ноту и потребовало от Украины заменить четыре машины. Реакции официального Киева пока нет, поэтому мы обратились в Министерство обороны с просьбой прокомментировать ситуацию. Своя головная боль у чиновников Пентагона. США решили проверить, на что военные тратят миллиарды из госбюджета. Аудит обнаружил шокирующие факты. Дмитрий Абнобченко об арифметике с девятью нулями. Бюджет Пентагона почти 700 миллиардов долларов. Чтобы разобраться, как военное ведомство тратит эту астрономическую сумму, и начали масштабный аудит, который стране миллиард долларов будет стоить. Ведь одновременно задействуют 1200 проверяющих. Для инспекции командируют сотрудников крупнейших аудиторских компаний мира. Первые же результаты проверки вызвали переполох. Потому что выяснилось, одно только управление тыла Минобороны. Расходы на 100 миллионов долларов задокументировало очень небрежно. А куда дели еще 800 миллионов, вообще отчитаться не могут. Управление тыла, здесь его называют Defense Logistics Agency, каждый год тратит 40 миллиардов на снабжение армии, ВВС и флота. Тут закупают все, от запчастей к самолетам и танкам, до лекарств, еды и носков. 25 тысяч сотрудников каждый день оформляют 100 тысяч заказов для разных подразделений. Казалось бы, все должно как часы работать, но в прессу попали отчеты аудиторов. И выяснилось, профинансировали строительство объектов для армии, но вообще нет документов, на что тыловики полмиллиарда долларов потратили. А из расходов на текущие проекты не могут пояснить, куда почти 400 миллионов дели. И заметьте, это ведь только верхушка айсберга. Предварительные выводы проверки по одному только управлению Американского Министерства обороны. А, к примеру, до проверок закупок военной техники у аудиторов руки вообще пока что не дошли. Да и вряд ли после сегодняшней утечки их выводы вообще станут достоянием прессы. Даже если материалы проверки в итоге затребует Конгресс, а многие сенаторы возмущены растратами, слушания явно будут закрытыми. Ведь если в Штатах и есть структура, которой страна должна гордиться, и поэтому критиковать ее вообще не принято, так это военное ведомство. Шума не допустят. Пусть даже оно и не досчиталось. Сумм с девятью нулями. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала. Интер. Время присоединиться к клубам. Евросоюз готов принять шесть стран западных Балкан. Об этом заявили в Еврокомиссии. После нескольких лет отказа от расширения, Брюссель наконец меняет риторику. Почему и можно ли считать это сигналом для Украины, узнавала Елена Абрамович. Членство Сербии, Черногории, Македонии, Косово, Боснии и Албании Евросоюз пообещал еще 15 лет назад. Но мировой экономический кризис, а затем проблемы с мигрантами вылились в усталость от расширения. Эта фраза как оправдание звучала не только в адрес балканских стран, но часто и Украины. Теперь в Брюсселе изменилась риторика. Западные Балканы – географическая часть Европы. У них общая история с ЕС, культурное наследие, а также общие вызовы, интересы и возможности. Мы только что приняли стратегию, в которой четко говорится, что все шесть стран западных Балкан должны наконец присоединиться к Евросоюзу. Произойти это должно до 2025 года. Но прежде Сербии, например, придется договориться о нормализации отношений с Косово. Другим странам необходимо провести немало реформ, отметили в Брюсселе. Именно их свертывание и усиление влияния России и Турции в регионе заставили ЕС дать новый сигнал поддержки. Впрочем, ждать аналогичного шага в адрес Украины не стоит. Если посмотреть на балканские страны, большинство из них маленькие и воспринимаются интегрированными в Европу. Конечно, нельзя сказать, что при соединении Сербии или Черногории все население ЕС воспринято положительно. Но это уже пообещали. И это очень отличается от предоставления обещаний такой большой стране, как ваше. По западным Балканам ЕС всегда был консенсус, которого нет по Украине, объясняет эксперт. А недавний референдум в Нидерландах свидетельствует также о сопротивлении со стороны населения Евросоюза. Третья причина. На территории Украины продолжается конфликт. И это серьезные препятствия для предоставления перспективы членства. Четвертая причина – Россия. Существует обеспокоенность среди стран ЕС, что такие шаги могут вызвать враждебность со стороны Москвы. Больше шансов у Киева на особое партнерство, формулу которого выработают в рамках Брекзита. Если соглашение между ЕС и Британией будет успешным, то не исключено, что его возьмут за основу в отношениях с другими странами, такими как Украина и Турция. В Черновцах сегодня митинговали военные пенсионеры, требовали повышения ежемесячных выплат и возвращения коммунальных льгот. Услышали ли их, знают наши журналисты. Военные бывшие милиционеры, участники боевых действий к заданию госадминистрации в Черновцах с самого утра сходятся пенсионеры. Требуют повышения ежемесячных выплат. Я считаю, что я должен иметь пенсию, которая позволяла мне нормально жить. Я завоевал. Среди участников пикета и подполковник МВД Василий Пуляк. У мужчины скудная пенсия. Говорит, что с трудом сводит концы с концами. А найти дополнительный заработок не позволяет ни возраст, ни состояние здоровья. У нас уборщица сейчас получает пенсию только я. А я проработал 29 лет в органах внутренних дел. И фактически о нас выкинули. Выкинули как ненужный элемент. Выкинули из общества. Митингующие требуют пересчета пенсии. Мол, насчитывать выплаты нужно по той же формуле, что и тем, кто ушел в отставку два года назад. Соответствующий закон Верховная Рада должна была принять еще в конце 2017-го. Ждать устали. Нам должны перераховать соответствующие пенсии, которые мы заработали в державе. Значит, когда мы вступали на службу в силовые органы, мы укладывали определенные угоды с державой. Мы их выполнили. Помимо пересчета пенсии, военные требуют также вернуть им коммунальные льготы. К участникам митинга выходит губернатор. Уверяет, пенсионеров поддерживает. Все требования, которые вы сейчас подготовили, и если вы дадите, мы также направим в все инстанции. В кабинет министра, администрацию президента и в Верховную Раду. До конца месяца лютого влаштовывают? Мы терпили больше 20 лет, друзья. До конца лютого потерпим. Если же к концу месяца пенсии так и не пересчитают, митинговать обещают уже в столице. Юлия Жешко, Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности, телеканал Интер, Черновцы. Алексея Бурана выпустили из СИЗО. Это одесский судья, который прославился тем, что отстреливался от детектива в НАБУ. Решение принял заводской райсуд Николаева. Напомню, с обыском к Бурану домой силовики пришли в марте 2016-го. Его подозревали в получении взятки. Судья тогда открыл огонь и сбежал. Через несколько дней его задержали в здании Верховной Рады. Как только депутаты дали согласие на арест. Все это время Буран провел в СИЗО. Сегодня адвокат подозреваемого заявила, что во время задержания он принял детективов за преступников. Якобы поэтому и стрелял. В итоге судьи назначили коллеге круглосуточный домашний арест и обязали носить электронный браслет. Домашний арест вполне может быть и наказанием за участие в краже 4 миллиардов гривен. Напомню, вчера подробности уже рассказывали о том, что Печерский суд столицы избрал меру пресечения владелицы Вернумбанка Натальи Игнатченко. Ее подозревают в участии в разворовывании средств на покупку буровых установок в 2011-2013 годах вместе с Януковичем и эксглавой Натсбанка Арбузовым. О деталях этой многомиллиардной схемы наш материал. Правоохранители вплотную подошли к раскрытию схемы по закупке так называемых вышек Черноморнефтегаза буровых установок для разработки украинского шельфа, которые были куплены в 2011-2013 годах. По данным следствия, схему разработал лично Янукович, а реализовывать ее поручил на то время главе Натсбанка Арбузову. Янукович надал Арбузову вказовку организовать схему привлесения коштей в знак Нафтегаза Украины при закупке самоподъемальных буровых установок, выведение на подконтрольные рахунки грошевых коштей в сумме до 150 миллионов долларов США с каждого контракта, что до них, и организацию их распределил мы всеми участниками скорой назначены. Долларовую стоимость каждой установки завысили, проведя покупку через офшорные компании, из-за чего бюджет страны по нынешнему курсу потерял почти 4 миллиарда гривен, сообщил Юрий Луценко. Непосредственными исполнителями схемы, кроме Арбузова, по словам генпрокурора, также были топ-менеджеры Нафтегаза и Черноморнефтегаза. А вот финансовым обеспечением схемы преступной группировки Януковича занималась глава и владелица Верномбанка Наталья Игнатченко. Арбузов подозривается в том, что залучил властницу ВАД Верномбанк Игнатченко Наталью Николаевну и директор Киевской дирекции Украинского бизнес-банка Коваленко Ольга Ивановна. Игнатченко, которая также была знакома с мельником из Латвии, обеспечивала перерахование грошей коштей в рахунках подконтрольных с преучастником компании, а также выдачу на территории Украины готівки вызначенным особым, которые принимали участь в злочинных организациях. На днях банкир Наталья Игнатченко и ее помощник Антон Фролов были задержаны правоохранителями. Несмотря на тяжесть обвинений, Печерский суд отправил подозреваемых всего лишь под ночной домашний арест. В Генпрокуратуре уже готовят апелляцию на это решение. Ведь правоохранители требовали назначить банкиру залог в 1 миллиард гривен. По этому делу в розыск уже объявлены экс-глава НБУ Арбузов, а также экс-руководитель Черноморнефтегаза Валерий Ясюк. В Генпрокуратуре надеются, что вскоре могут довести дело до конца, ведь правоохранителям известны не только организаторы-исполнители преступной схемы, но и номера офшорных счетов, на которые переводили украденные из бюджета деньги. Михаил Саакашвили намерен судиться с замом генпрокурора Евгением Йениным. Об этом бывший президент Грузии написал на своей странице в Фейсбуке. Он считает, что Йенин его оклеветал, когда заявил, что Саакашвили частично признал свою вину во время дачи показаний, а именно не отрицал факт разговора с беглым бизнесменом Сергеем Курченко. Напомню, ранее ГПО обнародовало запись телефонного разговора Саакашвили с этим бизнесменом, а сам генпрокурор Луценко заявлял, что экс-президент Грузии от Курченко получил полмиллиона долларов. Это подробности, и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Зеленый вандализм. Во Львове массово рубят деревья. Кому мешают насаждения в городе? Самые охраняемые. Почему черкасские депутаты теперь работают в отцеплении полиции и проходят через металлодетекторы? Рано радовался, почему Трампа винят в лихорадке на мировых фондовых рынках и ждать ли глобального экономического кризиса. Без национальных дружин, но под надзором полиции. В черкассах депутаты сегодня проводили внеочередную сессию горсовета в плотном отцеплении силовиков. Была ли работа такой же плодотворной, как под присмотром дружинников, видел Станислав Кухарчук. Сегодняшняя сессия черкасского горсовета охранялась как никогда. Перед зданием десятки полицейских и даже пожарная команда. В коридорах людей в форме еще больше. О созыве внеочередного заседания депутаты узнали вчера днем. Полиция, похоже, знала о нем куда раньше. Это полицейские говорят о предыдущей сессии, которая прошла под наблюдением национальных дружин. 29 января активисты и дружинники пришли на заседание, чтобы помочь депутатам наконец принять бюджет 2018 года и проголосовать за обращение к Верховной Раде о самороспуске. Избранники эти решения приняли, а присутствие нас дружин назвали давлением на органы самоуправления. По данному факту полиция даже открыла уголовное производство. На последней сессии, когда все было, до предыдущей сессии, были порушения грамотского порядка. Сегодня порушений не было, мы забеспечиваем. Сегодня местных активистов и ветеранов АТО полиция в зал пустила. Но подойти к рабочим местам депутатов они не смогли. Правоохранители стали цепью. Владимир такими действиями возмущен. Свободный доступ, люди должны подходить, смотреть, интересоваться, слушать. Ну, как бы так, а тут столько полиции собралось, аж страшно стало. Ну, я шучу, конечно. Поздно, не просто. Надо было им на прошлый сессию приходить. Не ощущая давления общественности, депутаты поработали более чем плодотворно. Первым делом подавляющим большинством отправили в отставку секретаря горсовета Александра Радуцкого. За 26. Проти нет. Билетов из них действительно нет. Решение принято. С новым секретарем тоже долго не тянули. Опять же, подавляющим большинством избрали на эту должность Ярослава Нищика, представителя свободы. А заодно утвердили новый исполнительный комитет. Правда, что делать с обращением к Верховной Раде о самороспуске, пока не решили. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкассы. Занятий не будет. По всей Украине из-за гриппа закрываются на карантин школы. В Киеве полностью или частично отменили уроки в 55 учебных заведениях. В Черновцах с завтрашнего дня приостановят занятия в 11 школах. Распустили детей по домам в Днепре, Луцке, Запорожье. Там, правда, эпидпорог еще не превышен. Но чиновники решили не рисковать. Школы и детсады будут закрыты, пока заболеваемость не пойдет на спад. Это распоряжение также относится к обмежению занятий в спортивных секциях, в закладах культуры, которые, прежде всего, относятся скупчения детей в закрытом помещении. В Харькове вспоминали выдающегося хирурга Александра Шалимова. Недавно исполнилось 100 лет со дня его рождения. На счету Шалимова более 40 тысяч операций и сотни изобретений. Например, первая удачная пересадка поджелудочной железы больному диабетом. Его методики актуальны и сейчас. С учениками и последователями общалась Светлана Шекера. В Харьков Александр Шалимов приехал уже известным хирургом. Ему было за 40. Здесь для него создали кафедру таракальной хирургии и анестезиологии на базе 2-й городской больницы. Профессор Борис Доценко вспоминает, как в конце 50-х приехал в Харьков с Донбасса на стажировку. И увидев, как виртуозно оперируют Шалимов, на сосудах, пищеводе и на сердце остался, чтобы стать его учеником. Был бы великолепным хирургом, который через... В подвале у нас было экспериментальное операционное, виварий был во дворе. Через эксперименты он разрабатывал новые технологии. Впервые, пожалуй, можно так говорить, в нашей стране Шалимов разработал методику удаления опухолей поджелудочной железы. Многие хирурги приезжали смотреть, как он выполняет эту операцию. Скрупулезный и трудолюбивый Шалимов делал чертежи, по которым на оборонных заводах для него изготавливали новую аппаратуру. Были созданы два аппарата искусственного кровообращения. Пенный оксигенатор требовал 3 литра, а созданный Шалимов требовал 1,5 литра. За 13 лет работы в Харькове Шалимов впервые пересадил поджелудочную железу больному диабетом и даже подготовил пересадку сердца. Но не решился и об этом жалел. Это смертник 100%. А рядом сидела жена с ребенком. И плакал. Ребята, я говорю, кто пойдет в снижение? Из моих ребят будет лучше. И я не пошел после этого. И вот таким образом это была бы пересадка была еще когда я был в Харькове. Шалимова вызывали в Киев оперировать самых сложных пациентов. По приглашению властей он переехал в столицу. А в Харькове до сих пор помнят традиции, заложенные выдающимся хирургом. Сегодня глава облгосадминистрации Юлия Светличная вручила президентскую награду звание заслуженного врача Украины, врачу-эндокринологу второй больницы Людмиле Ведяевой, которая работает в сфере здравоохранения уже более 40 лет. Я считаю, что в вашей школе участвуют в сфере здравоохранениях. Потому что наши медики, наиболомейшие генетики, наиболомейшие генетики, вручили медичные науки. Я много лет работаю в здравоохранении города Харькова. И я совершенно разделяю мысли, что это не только моя награда, а в первую очередь моих коллег, медиков и немедиков, с которыми мы работаем много-много лет. Самое главное, говорят врачи второй больницы, не растерять заложенное еще с шалимовских времен человечное отношение к пациентам. Именно это отличало хирурга. Он боролся до последнего за каждую жизнь. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. Охотникам за древесиной стало тесно во Львовской области. Теперь они объявились в самом Львове. В городе деревья исчезают сотнями. Все подробности знает Галина Якушко. Улица Миколайчука на границе Львова и села Брюхович. И добраться сюда можно только пешком. Машина по глубокому снегу не проедет. Зеленые насаждения срубили около месяца назад. Всего уничтожили более 180 деревьев. Раптово заезжала машина. Три-четыре человека разрезали пару деревьев. И сразу с месяца съезжали. И не было. И так не было, что они там каждый день приезжали. Раз в тиждень, два раза в тиждень. Как по погоде, по ситуации они ориентировались. Дуже хорошо разрезано. Как раз по линиях можно пораховать, сколько мало лет. Это примерно 30-35 лет. Ивы, Ясени, Виазы были абсолютно здоровыми. Росли по несколько десятков лет. Раньше здесь были дачные кооперативы. Теперь, считают активисты, район хотят застроить элитными коттеджами. Сейчас побудуют дорогу. И начнут забудовывать этот дачный кооператив. Тут же почти нет. Очень редко где-то занимается садяниством и всем другим. А это все продают. И думаю, что тут скоро вырастет 5 лет. Очень хороший квартал. Минская рада должна контролировать. Потому что на территории есть. Шевченская администрация. Они же там знают. В их территории они там забудут. Во Львовском горсовете подтверждают. Действительно, планируют строить здесь дорогу. Но это в далекой перспективе. По самым скромным подсчетам активистам, чтобы проложить 3 километра асфальта и сделать 2 полосы движения, нужно спилить еще минимум 300 деревьев. Но никаких разрешительных документов на вырубку не выдавали, уверяют в мэрии. Рано или поздно вырубку там нужно было бы сделать. Но, опять же, в соответствующей процедуре. Мало быть выделена землянка. В полиции открыли уголовное производство по факту кражи около 180 деревьев. Активисты предоставили правоохранителям фотографии с номерами машин, которые вывозили деревья. А значит, найти тех, кто стоит за уничтожением здоровых деревьев, вполне реально. Если захотеть, конечно. Галина Якушки, Юрий Голубинко, подробности, телеканал Интер, Львов. Обвал на фондовых рынках. Падения наблюдают по всему миру. Что запустило цепную реакцию? И грозит ли это новым финансовым кризисом? Разбиралась наш субкор в Британии Светлана Чернецкая. На всех экранах преобладает красный цвет. Это плохой знак. Фондовые индексы стремительно падают на всех мировых биржах. Больше всего потерял японский ники. Почти 5%. Европейские рынки чуть стабильнее. Здесь падение остановилось на трех. А запустили эффект домино Соединенные Штаты. Там совершенно неожиданно. И, казалось бы, на ровном месте индекс Доу Джонса потерял более 4,5%. Это можно сравнить с погодой. То есть из Соединенных Штатов пошел холодный циклон. Похолодание тут же ощутили на европейских рынках и в других частях мира. Будь то Азия или Япония. Эксперты тут же начали искать причины обвала. Неужто в экономике все так плохо и грядет новый финансовый кризис? Как оказалось, все совсем наоборот. Парадоксально. Но лихорадку на биржах вызвал тот факт, что все идет слишком хорошо. Экономика здоровая и стабильная. Причем глобально. И процессы, происходящие на рынке, это всего-навсего временная коррекция. После почти непрерывного двухлетнего роста. Обвал объясняют новым статистическим отчетом по занятости в США. Он показал, что зарплаты американцев выросли больше, чем предполагалось. Сейчас очень сложно прогнозировать, как сильно упадут рынки. Да и нет необходимости. Биржи должны выпустить пар. Это как с непослушным ребенком. Иногда нужно дать ему покапризничать, чтобы вернуть равновесие. А до этого лучше не вмешиваться. Надо посидеть, подождать, выпить чай из ромашки. Многие аналитики в обвале обвиняют непосредственно американского президента. Дескать, он не мог нарадоваться, как быстро растет рынок. А деньги любят тишину. Пока результат падения ощутили только самые богатые люди мира. К примеру, основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг потерял более 3,5 миллиардов долларов. Но для людей менее зажиточных причин для паники пока нет. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. В какой стране можно купить опасный фен? И что происходит с самой популярной криптовалютой в мире? Об этом не только в нашем обзоре. Фен-огнестрел. Американка Эрика Шелбретт купила в интернет-магазине огнедышащий фен. Когда решила впервые воспользоваться покупкой, услышала странные звуки. Почувствовав неладное, включила камеру. Спустя несколько секунд из сопла фена появился огонек, который перерос в пламя. Попытки выключить фен только усиливали огонь. Эрика решила опустить его в воду, но обожгла руку, пока выдергивала прибор из розетки. В конце концов, подставила фен под струю воды. И все-таки обезвредила огнедышащую сушилку. В США впервые в истории напечатают дом. С такой инициативой выступило одно из американских архитектурных бюро. У проекта даже появилось название «Curve Appeal». Среди главных особенностей печатного особняка – экономный расход материалов и максимальное использование естественного освещения. Именно технология 3D-печати открывает путь для сложных архитектурных форм, делая их создание проще и дешевле. Американец доказал отсутствие фантазии у туристов. Сделал подборку фотографий из Инстаграма, на которых достопримечательности со всего мира изображены как подкопирку, с одного ракурса, а люди на них в одинаковых позах. Снимки нашел по хэштегам и смонтировал видео, которое опубликовал на своей странице в Фейсбуке. Как оказалось, зачастую туристы не наслаждаются отдыхом, а увлечены своими смартфонами в погоне за лайками в соцсетях. Биткоин рухнул. За последние сутки самая известная криптовалюта подешевела на 3000 долларов, более чем на 20%. Сегодня стоимость одного биткоина составила 5992 доллара. Цена цифровой валюты достигла своего максимума в декабре прошлого года. Тогда за один биткоин давали 20 тысяч долларов. Но с начала 2018-го цифровые деньги постоянно дешевеют. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности UA. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!